Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую вас на своем столярном канале. Сегодня интересное видео, я буду изготавливать складной туристический столик. Буду использовать материал ольху. Габаритные размеры должны получиться столешница 600х800 и высотой столик 730-750 мм. Итак, смотрим за процессами изготовления столика. Вот такие есть хорошие сухие заготовки, доски. Я их расчертил по длине. Сейчас лобзиком порежу, лежит он лобзик. И начну обрабатывать на станках. Царги состоят из четырех деталей на стол. Каждая деталь с одной стороны надо подрезать под углом 45 градусов. Торцовочная пила Девольт. Нулевые вкладыши под 45. Нулевой вкладыш нижний. И пылесос. Царги склеиваю. Склеиваю так, чтобы примерно между ними было две толщины. Если вот это одна толщина, то на склейке под углом 45 две толщины. Вращающиеся царги выглядят следующим образом. Одна будет правая, одна левая. Они совершенно одинаковые. По длине я подрезать буду потом. Как я вначале сказал, здесь две толщины. По центру просверлил отверстие. Здесь легко намечается центр. И вот здесь пересечение. Сверлил отверстие с двух сторон. Чтобы более точнее было. Теперь эти детали будут одеваться друг на друга, как ножницы. Примерно вот так вот. И на одной детали надо выбрать углубление. И на второй детали выбрать углубление. Эти царги в сложенном виде должны иметь вот такую форму. В разложенном виде вот такую форму. Вообще вот эти две детали надо подгонять. Тем более первый раз я делаю. Не могу объяснить, что надо выбирать. Поэтому пропилил немножко с запасом. Вернее наоборот с запасом с минусом. Установил пазовую длинную фрезу. После обработки заготовки имеет такой вид. Теперь эти детали будут соединяться между собой. С одной стороны сделаю углубление под шляпку. Будет ставить болт. С второй стороны здесь отверстие пятерка. Перед сборкой буду наносить клей. И на клею все это соберу. Вращающие царги выглядят следующим образом. Снять фаску соответственно еще надо. На этих царгах будут по две ножки с каждой стороны. С одной стороны две ножки и с другой стороны две ножки. Эти ножки будут располагаться на одной стороне. Форма этих ножек будет клином. То есть предварительно мы ножки должны раскрыть. И потом повернуть царги. Значит в сумме расстояние большое и маленькое на ножки должно равно высоте или ширине царги. У меня есть такое приспособление. Есть даже фильм о нем снятый. Это приспособление для того, чтобы изготовить ножку клином. Зажимаю, настраиваю. Здесь передвижной язычок, с помощью которого можно регулировать наклоны. Итак, четыре ножки. Ничего еще не пилил. Не тренировался. Включаем стружку удаления. После распиловочного станка прошел еще на фуговальном станке. И ножки имеют такой вид. В конце я, конечно, буду шлифовать и снимать фаску. В верхней части ножки, так как она должна быть клином, надо подрезать небольшой угол наклона. Со стороны острого угла надо сделать полукруг и по центру просверлить отверстие. Вот это отверстие будет креплением ножки к столу. Болт потай, проходит через царгу, проходит через ножку. Здесь ложится шайба, шайба-гровер. И закручивается гайка с тваропластовой втулкой, чтобы не отпускалась. Гайка-гровер создает все время натяг, давление, усилие. Так как свое изделие я буду покрывать маслом, скольжение масла всегда хорошее, поэтому натяг можно делать посильнее, покрепче. Ножки имеют такой вид. Верхняя часть ножек, форма их одинаковая. Длина пока разная. Ножки должны крепиться следующим образом. Вот это же мы срезали угол наклона. Он как раз делает ножку клином. Располагает. Для того, чтобы ножки полноценно работали, будет нестандартное решение. Во-первых, ножки в разложенном виде должны упираться в верхушке своей. Так задумано по конструкции. Упора здесь нет. Поэтому первый упор на двух ножках будет выполнен в виде пластины. Я нашел уголок металлический, разрезал его пополам. И теперь вот эти пластины укреплю. Крепить надо очень осторожно, чтобы вот эта заготовка не треснула. На эти пластины будет большая нагрузка, когда стол будет в разложенном виде стоять. Еще немаловажное решение. Саморезы, которые будут идти через заготовку, через саргу, не должны совпадать с отверстием на ножке. Итак, узел ножки выглядит следующим образом. Прикручена пластина. Пластина является упором. То есть, поворачивая ножку, она упирается этой плоскостью своей, торцевой. И две ножки находятся в таком положении. С обратной стороны ножка будет выше по отношению к сарге. Поэтому длина будет подрезаться, когда уже ножки будут установлены все четыре. Намечено расстояние от края до центра, с одной и другой стороны. Сейчас я эту ножку прикручу, потом разверну в таком положении и снизу приклею брусочек на саморезах и клею. Для изготовления с колечницей надо шесть заготовок. Они различной ширины. Когда соберу, наверное, тогда будет понятнее. Сейчас на пиле делаю заготовки, рейсмус, прогоняю по толщине, торцую. Обыкновенная процедура, повторяемая часто. После рейсмуса заготовки выглядят следующим образом. Интересная конструкция будет столешницы. Объяснить очень тяжело. Заготовки все разной ширины. Я потом остановлюсь на этом. Прохожу фаску, снимаю обыкновенные форточные навесы. Вот такие вот. Отступаю миллиметров пятьдесят и прикручиваю между заготовками. Вот и вся конструкция. Сейчас увидим. Чудо! Все детали складного столика обработал маслом. И теперь можно собирать полностью свое столярное изделие. Перед сборкой столешницы применяю струкцины. Вот так выглядит готовая столярная работа. Туристический столик. Столик для пикника. Он имеет два места. Одно место столешница и второе место ножки с саргами. Габаритные размеры 180 на 80 и на 800. 90 на 80 и на 800. Конечно, надо пошить чехол. И чехол будет пошит обязательно. И в чехол будет укладываться при перевозке. Итак, всем интересно, как работает данная конструкция. Вот так выглядит в собранном виде одно рабочее место или место, которое давно укладывается в рюкзачок. Это ножки с саргами. Ножки разворачиваются и при развороте они упираются в клинии. С второй стороны разворачиваются и убираются в клинии. и разворот под 90 градусов. Ну, вид снизу, конечно. Мы смотрим, чтобы было удобно смотреть. Еще раз, смотрите. Складываем под углом. Дальше две ножки опускаем и опускаем еще две ножки. Вот такая получилась интересная конструкция. работает плавно, легко. Еще раз, смотрите. Две ножки. Две ножки и поворот. Легко и просто. Я теперь отложу в сторону. Ну, и хочу вас немножко удивить. Вот так выглядит столешница в собранном виде. Смотрите. Конечно, многие критики будут ругать меня за такое большое количество навесов. Друзья, мой фильм это идея. Сделайте лучше и я буду очень рад. Под рукой просто были такие форточные навесы. Я показал, как можно с помощью таких навесов создать столешницу. Еще раз, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Еще раз смотрим. Раз. Очень просто все. В целях наглядности, убедительности, друзья, я поставил метку. здесь небольшие. Вот так выглядит готовая столярная работа. Складной столик. Габаритные размеры получили следующие, друзья. Ширина 640, длина 800 и высота 740. Хорошие размеры, чтобы в походе туристическом комфортно себе почувствовать за таким столиком. Собирается довольно-таки просто, легко. Здесь защелки. в рюкзачок с ручкой и можно отправляться на природу. Вот такое получилось интересное столярное изделие, столярная работа. пишите, комментируйте. Под описанием видео будет подробная информация по чертежам. Задавайте вопросы, комментируйте мою работу. Всего вам доброго. До новых встреч. С уважением. Владимир Иванович.